Есть судьба у солдат, и у каждого она своя. Только война одна на всех. Сегодня все меньше остается дорогих нам ветеранов, которые, пережив ужасы кровопролития, вернулись с победой. И важно успеть выслушать их личную историю войны, как свидетельство эпохи, несущие правду о том времени и правду отдельной человеческой судьбы. Этой памятью жива связь поколений. И потому мы снова и снова возвращаем фронтовиков к нелегким воспоминаниям. Когда мы говорим о победе, всегда у меня соседствует и радость, и горечь за тех, которых я потерял. Каждый год перед нами всплывают те миллионы молодых людей, которые погибли на войне в самом творческом возрасте. Если они жили бы, если не было войны, как мы далеко шагнули бы вперед. Сагындык Жунусович Кинжибаев прошел через величайшее сражение Второй мировой – Курскую огненную дугу. Участвовал в оборонительных боях Брянского и Калининского фронтов, воевал в Восточной Пруссии. Награжден Орденом Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за взятие Кеннегсберга. Нас застало вес на войне, конечно, сразу же. Но тогда среди народа было сильное волнение, и каждый тянулся для того, чтобы быстрее попасть на поле брони, на поле битвы, для того, чтобы отразить натийских немецко-фашистских захватчиков. Всенародный патриотист Угар захватил нашу молодежь-перегорщину. И вот я подал заявление о том, что меня добровольцем направили, как член БНКС, на войну. Значит, военковаты мне первый раз отказали. Куда тебе? Еще 17 лет нет тебе. Тебе не возьмут, ты не можешь поднять ружье. Поэтому мне отказали. Ну, я настойчиво настаивал. В июле 1942 года упорного 17-летнего паренька направили в Орловское кузское военное училище, которое в те годы находилось в Туркмении. После полугодового курса подготовки в числе других выпускников училища Сагандык Генжибаев был мобилизован в состав резервного фронта под командованием маршала Жукова. Таким образом, мы без звания, но обучаясь кое-как, мы попали, значит, под Москвой. Это было декабрь 1942 года. Значит, мы под Москвой простояли месяца три, затем нас отправили на Орловское кузское направление для подготовки предстоящего летнего наступления всего фронта. Во время зимнего наступления Красной Армии и последовавшего контрнаступления вермахта на Восточную Украину в центре Советско-Германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону, так называемая Курская дуга. Летом, в 1943 году, германское командование приняло решение провести здесь крупную стратегическую операцию. На протяжении апреля-июня 1943 года на фронте наступила оперативная пауза, в ходе которой стороны готовились к летней кампании на Курском выступе. Мы, поскольку стояли на обороне перед Курском, значит, мы сразу приняли первый удар на себе. Я был тогда командиром разведки артиллерийского дивизиона 680 полка 235-й стрельковой дивизии. Шалевак, оказывается, когда сильно переживает, он может посидеть за тну в ночь. Это я сам испытал. Сама трудности, самовлечения, самоответственности, самонепосредственное чувство гибели тебя заставляет быстро стареть, быстро понимать, быстро соображать. И тогда ты понимаешь, что такое жизнь, что такое гибель на войне, что и означает возрук и всякого рода за Родину, за Сталина. Битва на Курской дуге по своим масштабам, привлекаемым силам и средствам является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной. Сражение продлилось 49 дней и состояло из трех этапов. Курская оборонительная с 5 по 12 июля, Орловская наступательная с 12 июля по 18 августа и Белгородско-Харьковская наступательная операция с 3 по 23 августа. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне перешла на сторону Красной Армии. Мы даем в урагане огонь по врагу, по атакующему. А немцы обычно под Курском наступали, они, знаете, жарко. Они засушивали рукава, полупьяные, идут вольно. Мы вот стреляли по ним. Сколько я лично убил, это я не могу сказать. Это неправда. В этом бою моего разведчика Фазела Декарева ранено в ногу, тяжелое ранение. Ой, я, значит, привозил и на себе я таскал ее. Таскал ее всю дождь для того, чтобы сдать медсанбат. И таким образом я за то, что ее сдал, значит, я получил первую медаль за отвагу. За первый бой, за то, что я свою, значит, разбедчика не бросил на произвол судьбы. Значит, я руководствовался суворовским кейсом, сам погибай, товарищ Абиручай. И вот этот Абдекаримов потом попал в госпитал, несколько месяцев лежал, затем демобризовался, и в результате он стал крупным партийным работником. У него родилось 13 детей. Все они живы, здоровы. Вот в таком плане мне вспомнился этот первый Орловский бой. В декабре 1944 года после подготовки в танковых частях Сагындык Кинжибаев был направлен в Восточную Пруссию, в танковый полк 2-го Белорусского фронта. На завершающем этапе войны восточно-прусская наступательная операция была одной из значительных. В этом стратегически важном сражении Сагындыку Кинжибаеву довелось командовать орудием танка Иосиф Сталин. Экипаж танка состоит из четырех человек. Командир танка, командир орудия, младший механик-водитель заряжающий и механик-водитель техник-лейтенант. Мы троем находимся, где башня, сами представляете танк, а механик-водитель находится ближе, значит, к земле, впереди. Команду водителю даю я. Если правый поворот, я бью ногой по правому плечу. Если налево, я бью левой ногой левое плечо. Если остановиться, я бью, значит, ногой по голове. Вот такая была команда, потому что толщом ган идет бой. Из боевой характеристики товарищ Кинжибаев за период работы командиром орудия тяжелого танка Иосиф Сталин показал себя дисциплинированным и выдержанным товарищем. Пользуется уважением среди всего личного состава полка. В боях с немецкими захватчиками показал себя смелым, инициативным и грамотным военно-политическим отношением. Принял участие в 10 танковых атаках. Совместно с экипажем уничтожил 5 огневых точек и истребил десятки немецких солдат. В составе роты захватил 12 крупнокалиберных орудий. За смелость и мужество в боях за Кенигсберг товарищ Кинжибаев награжден двумя медалями за отвагу и медалью за взятие Кенигсберда. В разгроме восточно-прусской группировки немцев приняли участие войска 2-го и 3-го белорусских фронтов и 43-я армия 1-го прибалтийского фронта. Советские войска превосходили противника численностью личного состава и количеством артиллерий в 2-3 раза, количеством танков и самолетов в 4-5 раз. В Восточной Пруссии Красная Армия уничтожила 25 германских дивизий, другие 12 дивизий потеряли от 50 до 70 процентов своего состава. Потеря крупных сил и важной в военно-экономическом отношении области ускорила поражение Германии. То, что я говорю об отдельных боях, об операциях, знаешь, Курская дуга или Кенигсберг или и так далее, надо рассмотреть все это в комплексе. Дело в том, что это все стратегические занятости Верховного Главнокомандования Вооруженных Сей Советского Союза. Конечно, это был величайший подвиг, подвиг перед всем человечеством. Сагандык Жуносович любит повторять «После пережитого на войне нам уже ничего не страшно, любые трудности и радости надо переносить с достоинством». Философское отношение к жизни помогает ему оставаться в строю и с оптимизмом смотреть на жизнь. «Наше мышление должно быть гибким и подвижным. Пока работает интеллект, я живу», говорит он. В свои 91 Сагандык Кинжибаев преподает в Казахском университете международных отношений и мировых языков, читает курс лекций по истории и философии науки, автор ряда книг и более 150 научных статей, доктор философских наук, профессор. Счастливо, рука об руку, прожил со своей супругой Нагимой Смогуловной целую жизнь, незабываемую и ярких 68 лет. «Она была для меня надежной и мощной опорой», с благодарностью признается Сагандык Жуносович. Сегодня в окружении детей, внуков и правнуков старый фронтовик с молодой душой утверждает «Я до сих пор на коне». И это действительно так. Вообще фронтовик не должен сидеть, сложить руки. Фронтовик умирает не лежа, а стоя, работая, трудясь. Мои любимые, дорогие ветераны воины, мои однополчане, я вас искренне, искренне поздравляю с наступающим Днем Победы. Я вам желаю здоровья главным образом, благополучия. Давайте поживем хотя бы до 75 лет победы над врагом, над фашизмом. Я желаю вам этого. А там видно будет, видно будет, ветераны. Ветераны выше голову твердый шаг. Редактор субтитров А.Семкин